доброе утро друзья у нас такой вопрос человек описывает опыт свой два года опыта верстки html css в том числе под мобильное устройство полгода опыта работы javascript разработчиком user interface developer с использованием фреймворков он там перечисляет три месяца назад приехал по лотереи в нью-йорк супругой мне 22 и 19 я балдею дорогие товарищи я балдею 22 19 и они уже в нью-йорке у них грин карта есть вообще потрясающе из-за маленького бюджета 2350 на двоих по приезде осталось 1800 слушайте так они не сильно потратились за три месяца до нашли способ очень экономить будучи волонтерами через сайт work away . info 5 часов работы в день в обмен на проживание и еду слушайте неплохо от чего они делают я конечно не знаю но сама по себе идея с уж какие люди то есть мало того что они совсем молодые мало того что у него как бы расхожая профессия в руках так они еще то что называется ресурс фолк эти накопали реально сделали это ребята далеко пойдут честно значит на проживание еду сейчас находимся в нью-йорке вплоть до сентября собираются видимо быть вплоть до сентября хочется поехать в южную калифорнию но для этого потребуется машина машина на которую ведут все деньги ребята те деньги которые у вас есть на машину лучше не тратить потому что эта машина до калифорнии не дойдет однако наиболее простой вариант остаться и найти работу в нью-йорке слушайте это это не голова целая синагога конечно да в нью-йорке тем не менее придется проработать минимум год чтобы оставить хорошее впечатление в истории трудоустройства чтобы ему потом не сказали что же ты скакал то как стрекоза понимаешь тут как кузнечик ага год ему как минимум значит он так решил стоит ли рваться в таких условиях в калифорнию на какую зарплату можно рассчитывать при таком опыте сфере фронт энд разработки значит стоит ли рваться один вопрос на какую зарплату рассчитывать второй вопрос какой бы город посоветовали чтобы сохранить соотношение расходов на жилье к доходу после налогов один к четырем три вопроса ну давайте мы так развернемся и поедем я специально остановился чтобы вопрос зачитать давайте поедем надо сказать друзья что вот эта мысль о том что придется год проработать чтобы сохранить там хорошее впечатление и так далее это уже детство вот они так с одной стороны какие-то взрослые такие слова говорили я даже очень обрадовался думать такие молоденькие а вот а насчет того что надо год потом проработать это детство это какой-то человек который не в курсе им сказал вот а дальше значит вот он там как-то засомневался думает надо будет год проработать значит отвечая на вопрос или даже перед тем как мы отвечаем на вопрос перед тем значит поскольку это условие я хочу сказать этого условия нет забудьте забудьте об этом больше того если вам кто-нибудь начнет это говорить вы с ним больше не разговаривать это просто не тот человек чтобы с ним разговаривать то есть вы ищите решение они проблемы поэтому вам вам влепили проблему там где ее нет не дружите с этими людьми больше значит теперь вопрос найти работу в нью-йорке или ехать ему в калифорнию ну конечно надо искать работу в нью-йорке они же уже там им уже не нужно тратить деньги на автомобиль который там может быть и там 500 миль не пройдет найти это уже большое дело они они на месте надо искать работу на месте второй вопрос там был на какие деньги он может рассчитывать значит ответ такой без разницы тебе на какие деньги вот сколько дадут денег столько возьмешь когда будешь заполнять всякие формы там на интернете значит напишешь что ты опыт или там есть разные формулировки для этого да не гоше был опыт он вот и дальше они там тебе чего-нибудь скажут но значит в принципе можете просить там я не знаю 30 долларов в час например да но если скажет а вот 25 пойдешь говорите пойду вот вот собственно и все дадут 25 молодец 20 дадут тоже бери и продолжай искать работу по работой месяц резюме подправь и начинай дальше искать работу там где тебе 20 долларов платит никто не рассчитывает что там год проработаешь вот значит поработаешь месяц через месяц найдешь там на 30 поработаешь на 30 если ты front end developer мама родная значит поработаешь там еще три месяца найдешь на 50 вот собственно и все а дальше захочешь калифорнию приезжай в калифорнию не захочешь калифорнии не приезжай заплатишь майами езжай в майами без разницы ну вот так что я бы так ответил и на какую зарплату можно рассчитывать значит какой бы город посоветовали чтобы сохранить соотношение расходов на жилье к доходу после налогов 1 к 4 значит я такими категориями вообще никогда и ничего не измеряю поэтому сидеть и рассчитывать пересчитывать там не с логарифмической линейкой или даже с калькулятором я не буду это какая-то фигня между нами вот это вот эта фигня значит мы разделяем задачи сиюминутные задачами долгосрочными значит долгосрочно когда ты захочешь поселиться ты будешь думать вот сядешь у тебя много времени будет будешь сидеть на работе по 12 часов и и может быть там часов другой значит будешь людьми разговаривать там в интернете подсчитывать там возьмешь большую логарифмическую линейку и будешь на ней на 100 процентов все рассчитывать если умеешь пользоваться конечно не умеешь придется тебе на компьютере все значит это вопрос который не имеет в принципе никакого вообще значения вот дети работу дадут вот туда и поедешь в данном случае еще проще потому что у тебя есть нью-йорк вот в нью-йорке и работой вот захочешь куда-то поехать будешь выбирать из тех офферов которые у тебя есть не так что вот поеду к я вот в тот город где хорошее соотношение чего-то там значит пойдемте хочет он хочет чтобы платили много и стоила жизнь дешево а как это понимаешь закручена то обычно наоборот получается где платят больше там и стоит дороже вот кремниевая долина вот мы с вами едем это жуть что творится сегодня прочитал страшную трагическую историю значит в палалто вот там немножко дальше проехать три светофора будет палалто значит в палалто дорогие дома плохо уходят значит в в апреле в апреле вот этого года в апреле дома от 5 миллионов и выше слышите от 5 миллионов и выше дома уходили в среднем за 16 дней в то время как за месяц до этого они уходили за там в прошлом году в это время они уходили за 11 дней бываете как рынок упал 5 миллионные дома и дороже уходит вот значит аж за 16 дней они уходят на рынке не постоять не могут вот значит поэтому дорого по этой зарплаты большие то есть нельзя принимать сегодня решение о том что сегодня происходит исходя из того что может быть в течение ближайших десяти лет у тебя три четыре раза поменяется вот собственно и все но вот детки появятся процент одни критерии нет деток другие критерии родителей привез еще какие то факторы добавляются процент вдруг выяснил выяснится что вы не выдерживаете жары или влажности или там не нравится вам что тарантулы бегают там вокруг или крокодилы ползают мало ли что там сам обнаружится переживайте проблемы географического свойства по мере их возникновения так так бы я пожелал молодым людям но вообще я хочу сказать что испытал восторг читая это письмо и очень очень рад за молодых наших новых американцев и мне очень нравится что у них семья есть вот вот он молоденький она молоденькая и вот и уже семья это это такая опора в жизни это так здорово я тут местечко себе ищу под солнцем рулю вот и очень очень здорово вот плюс у него все таки у него нет этой проблемы понимаете что он должен сначала осенизатором поработать вот а потом учиться там несколько лет потом ему все им все будут его шпынять что он там по-английски плохо говорите что возраст у него не тот и так далее у него нет вообще этого всего ему не нужно быть осенизатором вот так что ну успеет повзрослеть в конце концов чему в 22 тоже не не должен быть как 48 правильно поэтому я очень-очень рад и значит ребята если вы за них тоже рады значит ставим жирный жирный лайк вот и пусть им будет хорошо пусть им найдется место в стране с соотношением 114 не понял чего но вопрос там есть вы в случае чего почитаете может быть вникните что он хотел сказать счастливо